МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И формирование списков граждан, не занятых в экономике. Задача местных властей. Одно из основных требований главы государства – максимально индивидуальный подход к каждому человеку и его ситуации. Не должно быть путаниц и ошибок. Если ты можешь и должен работать, а не хочешь, это уже предусматривает возмещение затрат по 100% их сумме тех услуг, которым определит правительство. Напомню, на Большом совещании у президента сегодня рассматривали ряд правовых актов, направленных на развитие промышленных предприятий, цифровой экономики, науки и занятости населения. Белорусы дают официальный отчет зимней Олимпиаде. Сегодня за 50 дней до начала игр стартовала акция разом с командой. На протяжении месяца каждый желающий может сфотографироваться на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, сделать пост в социальных сетях с официальными хэштегами и таким образом поддержать наших спортсменов, которые будут представлять Беларусь на играх в Пхенчхане. Флаг «Беларусь-1» поднялся над Антарктидой. Таким образом, участники белорусской экспедиции отметили успешное завершение воздушной грузовой операции. Проходила она в сложных условиях, скорость ветра порой достигала свыше 25 метров в секунду. В этом году на Ледовый континент для продолжения работ по строительству станции и проведению научных исследований отправились 7 участников. Четверо из них уже побывали в Антарктиде, еще трое – новички. Сказочный вояж сегодня курсирует по улицам Минска. Проходите, гости дорогие. Милости просим к Дедушку Морозу. С наступающим вас! Маршрут новогоднего экспресса, площадь Мясникова, Зеленый лук. В салоне пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка. Во время путешествия все получают сладкие подарки и свежий номер столичной газеты. Праздничную атмосферу создает новогодняя музыка. Кенсингтонский дворец опубликовал первые официальные фото принца Гарри и Меган Маркл. Романтичные снимки в честь помолвки пары появились в твиттере резиденции. Возлюбленные позировали Алексею Любомирскому, одному из самых известных фэшн-фотографов Британии. Напомню, на прошлой неделе принц и его невеста объявили дату свадьбы 19 мая 2018 года. Это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.